Это не первое дело в отношении сотрудников колонии строгого режима номер 13. В июле младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительного учреждения был осужден на три года за неоднократные побои, причиненные заключенным. Сейчас завершено расследование в отношении еще четырех работников колонии. В ходе предварительного следствия нами установлено, что в 2009-2010 годах четверо должностных лиц данного исправительного учреждения, явно превышая свои полномочия, незаконно применяли насилие. Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, начато расследование в отношении заместителя начальника оперативного отдела исправительной колонии номер 12. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий. Следственные действия по этой истории велись в достаточно сложной обстановке. Как и в первом случае, следствию было оказано противодействие. Заинтересованные лица потерпевшему предлагали забрать заявление и прекратить всю меру. Уже после приезда следственной оперативной группы в исправительную колонию сотрудниками оперативного отдела ИК были составлены фиктивные аэропорты о применении физической силы в отношении данного осужденного. За указанный день были удалены данные, полученные с видеокамер, расположенных в исправительной колонии. Несмотря на это, расследование успешно завершено. Бывшему сотруднику колонии предъявлено обвинение. Андрей Сидорчуков, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Субтитры создавал DimaTorzok